Итак, ну что ж, Ариару, мои маленькие любители покушки, мы с вами продолжаем играть в такую увлекательную игрушечку Аксидия Скайлайн. Ну и мы с вами можем наблюдать, как замечательная машиночка въезжает в наш замечательный городок. И сразу мы на подъезде в этот город можем заметить значительные изменения, которые с ним случились. Как я и говорил, за кадром я большую часть времени убил на то, что пытался застроить вот эти вот территории новыми нашими райончиками. Застройка получилась именно вот таким вот образом. Конечно, есть своего рода пустые пространства, пустые места, которые ничем не застроены и не задействованы. Но связано это непосредственно только с тем, что прошло малое количество времени и стоило потратить его гораздо больше на все это дело. Но опять-таки у нас все еще впереди и мы можем этим успешно заняться также в этой серии. Также у меня появилась здесь вот небольшая такая расстройка в плане того, что вот этот вот райончик, который у нас был непосредственно возле нашей реки, расстроился также и занял вот здесь вот пространство. Таким образом, что это в моем понимании смотрится более-менее красиво и эстетично. Застройка здесь происходит именно вот таким вот образом. Здесь у меня стоят небольшие такие, впервые, кстати, в нашем городе стоят промышленные зоны, которые у нас специализированы непосредственно на сельском хозяйстве. И выглядят они у нас каким-то вот таким вот образом. Я скажу, что это даже очень мило, поэтому пусть это остается именно вот таким вот образом. Я не знаю по какой причине, но застройка нашего города происходит, ну, крайне медленно. Буквально на застройку вот этого вот района, ее было часа 4, наверное, вместе с постройкой вот этих вот дорог. И я могу сказать, что, в принципе, за все то время, которое мы его здесь строили, он примерно достиг тех масштабов, тех размеров, которые я стремился изначально. Ну, вообще, мы построили с вами успешно город, который представляет собой целый круг с линией метро, получается, которая опоясывает его непосредственно целиком и полностью, и успешно при этом работает и с этим справляется. Целых 4 тысячи человек в неделю у нас едет. Здесь у нас есть, опять-таки, небольшая такая линия метро в виде Апеникса в центре нашего города, как бы это ни странно. И она тоже у нас успешно работает и справляется со своими обязанностями. И получается, я могу сказать, что за все те серии, которые мы с вами успешно строили, я достиг того размера города и того этапа города, которого я и хотел. Расширять и что-то здесь новое придумать, мне кажется, будет уже достаточно проблематичным. Его расширять можно, безусловно. Можно сделать, допустим, вот здесь вот гигантскую перестройку, занять полностью вот этот полуостров, сделать небольшие мосты, занять вот этот вот весь полуостров, тем более, что он не застроенный у нас. Вот здесь вот полуострова занимать, но зачем это делать, я не вижу вообще никаких идей, планов. Просто для галочки, чтобы увеличить население, я не вижу в этом большого такого смысла. За все время я достиг, в принципе, красивого, милого города, без особых проблем, без пробок. На секундочку, замечу, несмотря на то, что население у нас 200 тысяч, пробки 76%. И большая часть трафика у нас лежит непосредственно на нашем нефтяном районе, непосредственно на нашей горнорудной промышленности, которую я опять-таки построил, но о ней чуть позже. И непосредственно на вот этом нашем порту, который вообще никак не исправить. И вот эти вот районы вам тоже никак не исправить. Учитывая тот небольшой факт, то что бюджет на дороге у нас выгручен в минимум. Я уверен, что если его поднять, то проблем с пробками вообще не будет, хотя их как бы и сейчас у нас нет. Из этого мы можем сделать вывод, что вот такой вот типа развязок показал себя с наилучшей точки зрения. Несмотря на большую компоновку, все у нас идет наилучшим образом. Единственными районами, которые остаются наиболее загружены, получается выезды с нашего города. И тут у нас достаточно большой поток машин, как мы можем видеть, едет. Но с этим сделать вообще ничего нельзя. И с этим приходится мириться. И тем более, что вот этот вот гигантский поток машин успешно проезжает и без каких-то проблем. Если просто ему дать время. И будь искусственный интеллект чуть помнее здесь, то возможно было бы играть чуть интереснее. Но мы имеем, что имеем, непосредственно с этим мы успешно и работаем. Как я и говорил, я сделал здесь горнорудную промышленность. Я старался сделать ее хотя бы частично похоже на меня стилят из-за властелина колец. То есть здесь у нас непосредственно идет добыча, здесь переработка. И все это идет на экспорт, непосредственно вот этот вот узел. Ну, строить здесь крайне неудобно. Я не знаю по какой причине, но игра перестает меня слушаться постепенно. И строить более красивые вот такие вот джеридеи развязки и прочее становится просто невыносимо. Поэтому получилась вот такая вот небольшая мордочка пришельца. Вот так вот. Если я говорю то, что наш город полностью застроен, то у меня есть предложение успешно его уничтожить. Естественно, естественно, я перед этим сохранюсь. И если мне что-то приспичит, то в любом случае я смогу сделать откат к сохранению и продолжить записывать город. Если какая-нибудь безумная идея мне придет в голову и я захочу что-то сделать дополнительно, или вы что-то предложите. Ну так вот, насчет катастроф. Они у нас находятся, насколько я понимаю, во вкладочке рельефы. И вот эти все наши катастрофы. Я бы хотел со всеми ними проэкспериментировать и посмотреть, что из этого у нас успешно получится. Ну давайте начнем с самого начала, торнадо, и прямо в центр нашего города. Что оно себе будет представлять, давайте посмотрим. Ладно, торнадо у нас что-то призываться не хочет, но землетрясение, мне кажется, призвать будет тоже классно. Мы давайте прямо в центре его и призовем. И даже сразу в нескольких местах, вот они на этих вот наших перекрестках. А, кстати, вот и торнадо у нас 5,5 мощность. Я не знаю, насколько это сильно или нет. Но нужно посмотреть, где она будет у нас образовываться. У нас замечательная панорама, получается, нашего города видна. Весь город у нас как на ладони. А вот и наша торнадо, привет. Ух, какое оно гигантское, кстати, получается, по сравнению с нашим городом. Посмотрите, что для этого. Это же здесь какой-то. Ну и все, пошли наши, получается, разрушения. Дома начали сноситься успешно. К сожалению, даже, мне кажется, сейчас европейскому нашу районечку достанется. Ну и все, тут даже машины у нас встали, так как не могут проехать из-за, видимо, сломанных дорог. А, Бобен, я тебя не слышу, что ты там не говоришь. Ой, как много сносимых зданий. Мне кажется, мод даже на автоматическом бульдозе, сейчас, пошлет меня куда подальше с такими разрушениями. А вот и землетрясение. Еще один торнадо. То есть я два торнадо призвал? Ничего себе. Да, землетрясение, получается, уничтожило все наши развязки, которые здесь были. И давайте сразу тогда, раз уж пошло такое дело, сразу здесь давайте организуем провал. Прямо под нашим непосредственно вот этим парком. И вот этим парком. А, я смогу только один раз провал за раз, получается, организовать, но не важно. Давайте сразу сюда грозу призовем на второй наш парк. Лесной пожар, ну я думаю, что он здесь не так сильно будет смотреться, но все равно призовем его вот сюда. Обрушение зданий, мне кажется, будет интересно смотреться, не знаю. Давайте, в принципе, да, вот на этом нашем туристическом районе. И сразу мы призовем, получается, с вами цунами. В нашем вот этом вот озере-заливе, или как это назвать. Тем более, что с моря это сможет успешно сюда прийти. И непосредственно я хочу парочку метеоритов обрушить непосредственно наш государственный университет. То есть одновременно все беды, которые могут, они обрушиться на наш город. Мне будет интересно посмотреть, что из-за этого произойдет. Ну да, лесной пожар начал распространяться, но из-за того, что опять-таки у нас лес и зима, это не особо так смотрится. А, кстати, пожары по всему городу у нас идут. Даже с подземной трубой с водой у нас затрагиваются. Достаточно интересно. Ну да, и таким вот образом у нас полгорода даже успешно уничтожилось. А где остальные катастрофы, я прошу прощения? А вот, кстати, и гроза у нас появилась. Только нам не сказали о грозовом шторме. Сразу посмотрите, минус пять тысяч, минус... Сколько еще? Минус четыре тысячи сразу. Ничего себе. Получится ли у меня весь город уничтожить таким образом? А вот такие вот у нас получаются последствия от нашего землетрясения. Здесь получился вот такой вот обвальчик. А вот метеорит, по идее, у нас падает вместе с воронками. Это все сразу, получается, у нас организуется, так как все сразу, я это и здесь призывал. Да, вот эта бабена, которая, типа, ведет радиовещание, просто лопить не переставая. А вот метеорит, кстати, мы с вами видим. Только он как-то какой-то не очень красивый, когда падал. Но зато последствия против него будут очень эффективными. Сейчас, я так понимаю, нам показывают грозу, но гроза, насколько я помню, она не особо очень эффектна здесь. Ну, просто сверкание и сверкание, типа, ничего особенного здесь не происходит. А вот, в принципе, последствия нашего метеорита. Пол нашего университета просто разрушена. И даже без возможности восстановления. То есть, если бы я не помню, как здесь все расположено, то, к сожалению, это было бы уничтожено безвозвратно. А вот здесь вот прогал какой-то очень даже несущественный, я бы сказал. Мы прогал, прогал, уничтожил он дороги и уничтожил. Водопровод нам говорят, что не хватает канализации, да выше путь. И получается, все возможные катастрофы, которые могли бы случиться. Ну, а цунами, как же, давайте еще попробуем вызвать цунами. Ну, блин, а где оно? Оно же должно было быть. Что-то не особо как-то эффективно метеориты здесь попадали. Давайте еще попробуем. Что-то слабовато, ребят, слабовато. Я думал бы и больше. Я сейчас еще по идее понатыкал и призвал все возможные катастрофы. И надо посмотреть, как это будет у нас влиять. С этого ракурса молнии выглядели эффектно. Вот, как сейчас, который ударил, или сейчас. Да, это выглядит классно, но, опять-таки, мне кажется, молнии больше всего меня разочаровывают в этой игре. Где землетрясения, где тайфуны, где непосредственно потопы. Мне хочется это все увидеть. Сейчас я не могу посмотреть, к сожалению, сколько там кого у меня побило. Видимо, это после того, как все катастрофы у нас кончатся. Мы посмотрим. А вот, кстати, еще один метеорит. И сейчас, по идее, сюда, именно в нашу воронку прилетает метеорит. Сразу здесь прилетает второй метеорит. Супер. Это выглядит эффектно. Прилетает сразу сюда торнадо. И... Блин. Да, сразу здесь землетрясение у нас случается. И торнадо где-то еще должен быть. Да, смертей, конечно, в нашем городе много. И трясет камеру, конечно, знато, но я бы хотел увидеть само землетрясение, непосредственно саму тряску камеры. Здесь как-то землетрясение вот это выглядит не особо эпично. Ну и торнадо, который сносит непосредственно остатки нашего города. Ну, знаете, мне не хватает масштабности. Либо из-за того, что наш город слишком большой, либо еще из-за чего-то, но... Не особо эти как-то катаклизмы могут повлиять на наш город. И до сих пор мне почему-то не вызвалось цунами. Почему-то по непонятной мне причине. Хотя, как бы я его вызывал, может быть, его надо вызывать не на воду, а на сюда. Или сюда, куда-то. Ну, типа, если я мог его только что еще раз вызвать, то... То, наверное, я что-то сделал не так. Кстати, вот наш отчет о катастрофах. В 68-м году, получается, поедение метеорита. Погибло горожан 24 тысячи. 71 здание уничтожено, и дорог разрушено 22 километра. Да? Да-да-да. Именно этого я и хотел. Вот теперь начало массово не хватать воды. И сама абсурдность этой игры заключается непосредственно в том, что... Из-за того, что не хватает воды, люди успешно съедут. Нежели если здесь будут происходить какие-то непосредственно вот такие вот глобальные катастрофы. Мне было всегда интересно построить здесь, допустим, какую-нибудь атомную станцию. Неважно, где я ее сейчас размещу. Просто здесь для проэкспериментов. Она, по идее, должна у нас заступить в эксплуатацию. То есть, все, она у нас работает. Производит непосредственно электроэнергию за счет расщепления атомов. И мы ее здесь носим. Я хотел проверить, будет ли загрязнение. Вообще нет. Типа, ни загрязнения, ни шума, никакой радиации. Люди, как бы, не болеют. Вот здесь вот люди в домах, получается, живут. И минимум, как бы, нормально. Они жалуются только нехватку электроэнергии. И получается то, что вот эти вот ядерные станции я могу здесь размещать вообще без запаски на все. Ну, супер. Значит, будем знать. И теперь я непосредственно хочу вернуться по щелчку пальцев в наш старый город. И последняя вещь, которую я хотел бы сделать непосредственно, не по важности, а просто по порядку. В комментариях, по запрошлым, получается, видеороликам, меня один из комментаторов попросил один из районов назвать непосредственно вот так вот. И давайте сейчас это реализуем. У нас здесь есть, в принципе, гигантское количество неназовых районов. Начиная от Козий Дистрикт, заканчивая Гарнет Дистрикт. Как бы это ни было странно. И давайте пока вот этот вот райончик. Почему-то он тут отображается как китайское название, или что это такое? Что это за странный баг такой? Ну, допустим. Его попробуем назвать непосредственно этим именем. Все, мы его назвали, получается. Он у нас здесь существует, и здесь будет непосредственно заполняться. Если у вас непосредственно есть идеи и предположения, как развить этот город дальше, что здесь предподнести, и что здесь необходимо построить, то я непосредственно это реализую и непосредственно построю. Но просто на данный момент, опять-таки, я повторюсь то, что, как мне кажется, я сделал здесь все, что возможно. То есть, эта игра у меня распахана более чем на все проценты. Сразу сделаю ремарку. Я говорю, что я знаю, что существуют парки и площади, и непосредственно уникальные сооружения, которые непосредственно отвечают за уникальные сооружения, которые будут привноситься в наш город. Но я сделаю ремарку, сказав то, что я знаю, что они есть. Я знаю, что их можно построить. Но строить их я не буду, потому что, больше чем уверен, есть куча сломанных непосредственно механик в этой игре. И то, что кучу из них я построить банально не смогу, и тратить свое время впустую я не намерен и не хочу, по большей части. И я бы не сказал то, что эти достопримечательности стоят этого. То есть, все, что здесь есть, то, что здесь можно построить, есть в других городах. И, допустим, вот та же статуя свободная, ну зачем ее строить в этом городе? У нее есть прекрасное место на полуострове возле Нью-Йорка, если я не прав, конечно, поправьте меня, потому что я все это делаю на память, а память у меня дырявая. В этом, на мой взгляд, вообще нет никакого смысла, и тем более, зачем это делать? Надеюсь, что вы меня поняли по поводу этой позиции. И если случится что-то такое сверхоординарное, то, что я посчитаю здесь реально нужно построить, то я, безусловно, сюда вернусь, запишу еще серию или сколько потребуется для этого серии. Я не знаю, что сделать такого, чтобы этот город стал еще более идеальным. Тут есть все, то, что нужно для жителей. Тут есть гигантский университет, тут есть хорошая политика налогообложения, тут есть гигантские возможности для здравоохранения, безопасность на высшем уровне. Между прочим, аварийные службы работают на все 150%. Образование тут доступно всем и каждому. Общественный транспорт позволяет нашим жителям добираться куда угодно и зачем угодно из любой части нашего города. И я могу сказать, что, в принципе, это город похож на макет города мечты, который, в принципе, я всегда стремился построить в этой игре. А самое главное, что мне здесь больше всего нравится, то, что здесь нету пробок, опять-таки. Потому что все мои старые города упирались непосредственно в то, что были пробки и невозможно было строить дальше. А здесь его можно расширять таким образом, чтобы не было дальнейших пробок и все у нас было замечательным образом. Ну а также мне хочется у вас спросить, возможно, у вас есть предположения не только касательно этого города, но и других игр, которые вам бы хотелось смотреть непосредственно на этом канале, и которые я бы мог заснять, в которых я бы мог разобраться и записать такие же уютные ламповые серии роликов непосредственно. У меня есть непосредственно пара игр на примете, но опять-таки я повторюсь, что большая часть того, что будет здесь выходить, зависит только от вас, потому что вы самые любимые и самые уважаемые мною зрители. Ну а сейчас я хочу вас всех и каждого поблагодарить за то, что были на протяжении всех этих серий со мной и наблюдали за развитием этого чудного и маленького городка на 200 тысяч населения. Я надеюсь, что любой из вас сможет всегда попасть в этот город и найти здесь свой укромный и маленький уголок. Ну а у микрофона было, как всегда, ваш покорный слугам Амору, еще услышимся. Ну а дальше, в принципе, пойдет такая вот небольшая часть, такая даже, я бы сказал, традиция. Как и в каждом ролике, я в конце пускаю непосредственно после прощания облет нашего города с помощью специальной камеры, которая предусмотрена непосредственно этой игрой. Ну так и здесь я сниму, наверное, около часа, и все это ускорит для того, чтобы это было вам удобнее смотреть. Я надеюсь, что вам нравится наблюдать непосредственно за вот такими вот облетами камеры нашими маленького и уютного городка, ну а я могу наблюдать за вот этими вот буквально часами. Всего хорошего и спасибо за рыбу. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok